Наш дом уже отреставрирован. Для зрителей очень хорошо, то есть свободные, комфортабельные места, как говорится. Скоро полетим. Но вы сами уже освоились пространство? Нет, еще не освоились, еще тут ходить по-новому, где-то уже переделали. Ну, все здорово. Есть момент вот этого немножко притирания, потому что, несмотря на то, что это родные наши стены, наш родной театр, наш родной дом, в прямом смысле этого слова, но обжить надо, просто это, знаете, вот к этому надо привыкнуть. Но, тем не менее, мы очень рады, потому что три с половиной года для нас это... Мы ждали, ожидали, что не все так просто с переездом, но что так тяжело и порой было, что просто ужас. Сейчас мы, конечно, довольны. Наконец-то какой-то есть покой, что ли, из-за того, что ты будешь приходить в одно место, не будешь скитаться, как кочевник, то туда, то сюда, а тут просто приходишь в одно место, концентрируешься на своей работе, и в этом смысле очень комфортно. Уже второй день мы сегодня работаем, и хорошо. И, наконец-то, мы дома. Если сам он живой, а он живой, а он живой, а он живой, а он живой. Поставить спектакль, а точнее, мюзикл пригласили режиссера Московского театра опереты Владислава Сташинского. Он уже не первый раз работает с читинскими артистами. В свое время Владислав Александрович поставил в нашем театре мюзикл «Маугли». С Владиславом Александровичем работать лично мне легко, да и другим актерам, потому что был опыт постановки сказки «Маугли». Этот человек с горящим глазом, за которым можно идти, который просто, пока его не остановишь, он сам не остановится, он может, по-моему, репетировать круглосуточно. Поэтому порой мы уже просим, что давайте сделаем хотя бы паузу какую-то, что он может работать, я говорю, 24 часа в сутки. Для артиста драмтеатра мюзикл – сложный жанр. Он требует вокальных данных, сценической пластики, чувства ритма. Но тем он и привлекателен, что таит в себе очень много нюансов, которые помогают воплотить артисту свою роль на сцене. «Мы тюз, мы варите, как говорится, все в одном. Поэтому мы такие универсальные артисты. Но у нас мюзикл – это не впервые играть, шестой или пятый уже мюзикл. Причем удачно все шло. Почему бы нет?» «Естественно, материал всем знакомый. Музыка Дунаевского – это у всех на слуху, по крайней мере, у старшего поколения уж точно. Может быть, молодежь еще как-то и то, я думаю, она даже знакома с этим материалом. Но тем не менее, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И да, замахнулись на такой материал. Но думаю, в этом-то и вся и прелесть». Постановка «Трех мушкетеров» задумана как семейный мюзикл. Бату Аюшеев играет роль Д'Артаньяна, и он уверен, за всеми действиями героев знаменитого романа стоят человеческие поступки, которые оправданы главным чувством – любовью. «Там есть такое очень человеческое, что ли. Пускай они вроде бы на шпагах убивают друг друга, но при этом они делают это не ненавидя, а из-за чести все это делают. И в этом что-то есть, и мне кажется, из этого можно что-то почерпнуть для молодежи, например». Яркие декорации, захватывающий сюжет и неповторимая атмосфера подарит зрителям незабываемые впечатления в день премьеры. А днем раньше в театре состоится церемония официального открытия с участием российских мастеров сцены. «Это будет интересное зрелище. Здесь будет театрализованное представление, где будут заняты московские артисты. Сейчас пока их имена остаются немножечко в секрете, буквально на днях мы все это раскроем. Это будут и балеты, и исполнители оперного искусства, это будут драматические артисты, и с ними будут наши актеры. В общем, это будет такой симбиоз или синтез нашего театрального искусства. Все здесь состоится на этой сцене, на большой. Будет интересно, будет, наверное, даже празднично и незабываемо».